Деометрометро Савеловская. Где ваша маска и перчатки? Во всех общественных местах столицы сегодняшнего дня масочно-перчаточный режим. Пожалуйста, в кассе приобретите перчатки. На всех станциях, в кассах, в эдинговых аппаратах маска 30 рублей, перчатки 20. Сказали, что в масках. А про перчатки хочешь носить, хочешь не носить. Это заблуждение. В одной маске или только перчатках не пустят. Контролер, прежде всего, рекомендует надеть маску либо перчатки. Если гражданин не реагирует, то, к сожалению, мы будем вынуждены ему выписать штраф в размере 5000 рублей. Большинство индивидуальных средств защиты купили заранее. Некоторые решили проявить фантазию. Костюмы подходят. Как-то хочется соблюдать и правила, которые нам поручили, и при этом выглядеть хорошо. Контролеры в трамваях, троллейбусах и автобусах. Будьте любезны, сейчас идите и используйте их во время передвижения по городу. В Подмосковье сегодняшнего дня маски тоже обязательны. Пока не штрафуют. Предупреждают. Маски по 11 рублей. А то везде по 35. Это накладно. А вот здесь уже доступность. Подмосковные пенсионеры могут купить маски по льготной цене. Но не больше 30 штук в руки. С сегодняшнего дня зайти в магазин в Подмосковье. Можно только маски. Если ее нет, охрана дальше в зал не пустит. И попросит либо средства защиты купить, либо сделать самому. Здесь вот можно прямо на месте из подручных материалов. Но есть один нерешенный вопрос. Как бы с детьми не всякий ребенок готов терпеть маску. Охранник попросил ребенка тоже надеть. Давай надену. Ну пожалуйста. Все. Момент прошел. В столичных магазинах мы объехали 6 маски почти у всех. Перчатки у половины. Без масок и перчаток нет нельзя. То есть вы выгонять будете или что? Выгонять мы вас не имеем права. Ну и вообще должно есть. Если будет Роспланетнадзор, она заштрафует и вас. После магазинов объезжаем банки. То, что я без маски, вы не выгоните? Нет. Маски – самый эффективный способ избежать массового заражения. Особенно сейчас, когда сотни тысяч людей вернулись на работу. Опыт Южной Кореи в борьбе с коронавирусом признан одним из самых успешных в мире. В масках здесь ходят даже на пляж. Мы стараемся не сидеть близко друг к другу. Из дома я никуда без маски не выхожу. Это уже привычка. Те же жесткие правила в Китае. Пик эпидемии давно пройден, но страна продолжает ходить в масках. Ношение масок, перчаток в общественных местах, в магазинах, в общественном транспорте – мера абсолютно оправданная и необходимая. Большое количество наших пациентов не чувствует заболевания. А еще накануне истек срок действия рабочих пропусков. Сегодня их автоматически продлили до 31 мая. Но лучше все еще раз проверить, чтобы не вышло вот так. У него пропуск был. Он просто не привязал тройку. На столичных магистралях тех, у кого проблемы с пропуском, теперь вычисляют камеры. Мы разработали программно-аппаратный комплекс, который позволяет работать с данными и оперативно в режиме реального времени сообщать эти данные для сотрудников полиции. Камеры фиксируют номер машины, проверяют по базе. Если пропуска нет, информацию передают ближайшему экипажу ДПС. Эта система позволяет нам избирательно останавливать автотранспорт. После того, как надобность в цифровых пропусках отпадет, систему планируют перенаправить на отслеживание других нарушителей. Например, налоговых должников или злостных неплательщиков алиментов. Продолжение следует...